Попов Михаил Васильевич Я являюсь профессором кафедры социальной философии и философии истории нашего университета В нашем университете есть факультеты и институты Например, на 10-й линии Васильевского острова был географический факультет А в главном здании был институт геологии А теперь это институт наук о Земле Наука о Луне еще пока нет А у нас в желтом здании по адресу Менделеевской линии дом 5 Был факультет исторический и философский факультет А теперь институт истории, институт философии Санкт-Петербургского государственного университета Для нас, преподавателей, это, можно сказать, все равно Потому что мы все написали заявление о том, что просим нас перевести с должности профессора такой-то кафедры И факультета на должность такой же кафедры института Для руководства не то же самое Например, декан факультета, чтобы его снять, надо собрать ученый совет, правильно? А директора? Директора вот сегодня задумали и завтра можно его и снять Добавить ему зарплату и в то же время его починить очень строго То есть вертикаль усилилась Вот, тем более, что университет у нас государственный Раньше ректоры избирали, теперь ректор назначается попечительским советом Ну и вообще вы знаете, что наш университет готовит президентов и премьеров А раз так, то значит и меры у нас драконовские к тем, кто плохо сдает Вот, и никакой демократии, конечно, нет у нас в этом смысле Представляете, вот я один буду определять, под какую я вам поставить оценку Это черти что, правда? У вас никаких прав, а у меня все Ну вы, конечно, можете на меня пожаловаться И тогда я соберу моих знакомых И они проведут комиссию и скажут, что что же вы, Михаил Васильевич Такой либерализм проявляли Давно надо было принять меры и так далее Поэтому мы должны с вами отражать Как водится гурналистам нашу реальную жизнь Какая она есть Со всеми ее сложностями и противоречиями Значит, у меня ученое звание профессор по кафедре экономики и права Вот, и кроме того, я являюсь главным редактором Российской общественно-политической газеты «Народная правда» Вот она здесь на столе, вы можете взять для ознакомления Являюсь аккредитованной нашей газетой в Законодательном собрании Санкт-Петербурга А также при правительстве Санкт-Петербурга Смольным Ну вот, честно говоря, раньше как-то вот мы не знаем, чего тут с этим делать Придешь в Смольный, походишь, походишь там Но зато, вот если слово «пресса» закрыть, то будет видно надпись Какая? Правительство Санкт-Петербурга Так что, все хорошо Так что, можно сказать, мы с вами коллеги И ваши боли мне близки Поэтому то, что я сказал вначале Насчет того, как я буду принимать экзамен Это мы все отметаем И вспоминаем, что прошлый поток у меня тут журналистов получил одни пятерки Не знаю, кто кому подыгрывал, то ли так хорошо готовились То ли я проявлял действительно либерализм Но, во всяком случае, у нас не было никаких проблем Более того Несмотря на то, что у нас существует очень строгий порядок Что вы досрочно ничего не можете сдать Ну, кроме всякого порядка, существует некие исключения Попустим, вам нужно ехать домой Вы ко мне приходите и просите сдать досрочно Ну, если вы умнее станете раньше, это плохо, что ли? Почему я должен препятствовать? Я не могу препятствовать Потому что сам я ходил и везде просил дать досрочно Раньше было очень просто Идешь в деканат, даю зелененькую бумажечку На ней пишут оценку и все И этого курса я больше не знаю Я хожу, другие курсы сдаю И так сдаю, сдаю, сдаю И уже к началу июня я уже свободный Ну, так совсем уж мы не можем сделать Но, если вы мне сдадите экзамен раньше Я на вашем листе напишу Отлично А вы пришлете на экзамен с вашей зачеткой Человека доверенное лицо Если он придет, вас не подведет То я эту оценку переставлю в ведомость Потому что, если в ведомости ее не будет То и оценки нету Как вы понимаете И все И вы уже, так сказать, получили соответствующую оценку Так что никаких препятствий К более быстрому освоению материала не будет Вот, в то же время Сам по себе курс Он нам очень нужен Почему? Потому что Ну, кто такие журналисты? Мы с вами знаем хорошо Вот, и поэтому и считаются с власти Потому что всем известно Что журналисты Это Средства массовой информации Это какая? Это четвертая власть Правильно? Значит, первая власть какая? Законодательная Хоть и говорят, что президент Это очень высоко Но что выше закона Которые принимает Государственная Дума Федеральное собрание Или указы президента? Ну, вот сейчас Федеральное собрание Может Конституцию принять А президент нет Федеральное собрание Принимает Конституционные законы А президент нет Федеральное собрание Принимает федеральные законы Президент нет А президент принимает Четвертый уровень Берем Четвертый уровень Указы Их, кстати, очень мало Можно было бы и больше их использовать Указы Не просто вот я вам послал послание и все А могу вас сделать указ и обязать Зачем я вас буду обязывать? Поговорили, поговорили и все И разошлись И все думают, какое будет послание А что такое послание? Как выполнять послание? Представляете, вот вы выполните речь Сталина Какая-то ерунда Правда? Или выполнить выступление Хрущева Тоже ерунда Поэтому послание, оно как бы Я вам что-то разъясняю Политику партии «Единая Россия» Ну и больше Никакого юридического Значения это не имеет А указы президента имеет И очень большие Указы президента обязательно к исполнению Входит в норму права Что такое право? Вот сейчас у нас свежий человек Есть вот такое понятие в газетах Свежая голова То есть вы не слушали Какой-то мы тебе чепухой Которой занимались И можете так со свежей головой Сказать право? Что такое? С какой точки зрения? С вашей А что вы с моей хотите посмотреть? Ну посмотрите с моей С какой науки Сходи Право, знаете, слышали такое слово? Приходилось Ну вот Четвертый курс Тут все люди на выданье уже идут Восьмой семестр Мы как бы шлифуем уже Для шлифовки Этот курс вот нужен Для шлифовки Он ничего Как бы от вас не требует Он немножко этот глянец должен Наложить Так что такое право? Ну так вроде и правильно Все Но как-то оно не четко Вот А надо чтобы красиво было Право есть возведенное в закон Воля господствующего класса Это просто и понятно Ну кто право Господствующий класс Если он есть Он примет те законы Которые ему надо Правильно? Ну если рабочий класс Господствует И господствовал Он принимал законы В интересах рабочего класса Сейчас какой класс Господствует? Буржуазия У вас есть сомнения Что будут приняты законы В интересах буржуазии? Есть? Нету и у меня нету А вот только мелкая буржуазия Она сомневается Она не то и не сё Она думает Так вот так А всё получается Как примут Так и есть Говорят Ну это у вас диктатура Так а всякое государство Диктатура Правильно? Какого класса? Господствующего Что такое государство? Машина насилия В интересах Господствующего класса Что мы говорим Словами Государственный университет? А вот попробуйте Не сдать А поставим двойку И выгонят вас отсюда И пойдёте без образования Ображают вам А вы не боитесь Почему вы не боитесь? Потому что вы выучите И зададите На угрозу Всё равно есть Чё хотят сказать Не просто Санкт-Петербургский университет Государственный Ну смотрите А государство Это знаете Тюрьмы Логрязь Это очень страшное дело Сейчас вон Министра Посадили А студента Министра Посадили Экономического развития За дело причём Он правда говорит Ну чё там Вятка-то ерунда Всего-то 2 миллиона долларов У него дома нашли ещё 570 миллионов И миллион долларов на счетах И 24 участка у него ещё есть А вот этот артист Захарченко Который набрал 8 миллиардов токов В этих В пакетах с которыми ездят Гастарбайтеры Мешочники 8 миллиардов И ещё миллиард у него там Оказался в другой форме Говорит Это наши Это кровь Потом заработанный На всякий случай Мамаша и жена Уехали за границу А перед этим Они через адвокатов Решили такую версию Дескать Что вот те Кто пришли В этот следственный комитет Это как бы Вот они нашли клад А если нашли клад Ну возьмите 25% И отстаньте от нас А это наши кровные Сейчас же Говорит у нас Какое государство Которое не спрашивает Откуда у вас деньги Я вот не спрашиваю Откуда у вас столько Много денег Что вы смогли Купить очки Строго говоря Я бы не удивился Если бы сказали вы Что у вас вообще Нет денег Потому что Кто такой очно-заочный Степенди Вам не дают Эту огромную Эту сумму денег В мешках Которые носят Очники Полторы тысячи Сколько я не допытывался Вот каждый раз Все отвечают одинаково Что это хватит на неделю Я удивляюсь Что за живучие у нас люди Прихожу на следующую неделю Опять сидят Ну только что заказывали Что хватит ровно на неделю Сидят Ну да если они столько сидят Значит надо им ставить Хорошие оценки Потому что Это выдающиеся люди Ну а вы просто Это сверх Всего И учатся о них Все вечернее уничтожают А вас еще никак не могут Вот у нас всех уничтожили уже На философском Нет никакого вечернего Подумаешь кто-то работает Еще захочет учиться Слишком много захотели Философию знать Нашли себе Понимаешь ли Аристотелей А у вас все равно Как кто вас Не знаю У вас отстает вообще Факультет Что такое И вечернего у нас нет И заводчиного нет А было И кстати было неплохо А был Помните завод в Туз При металлическом заводе Рабочие могли Тут же и учиться Сразу Поучились Пошли домой Присоединили К политехническому университету С каким результатом Нету больше этого Завода в Туза По ночам Занимайтесь сами Ну вот журналистика Тут это просто Я считаю Как это у вас Рай Но денег все равно не дают Только берут Так Значит Почему уважают журналистов Почему боятся вас тронуть Потому что журналистика Это четвертая власть То есть она капает Всем голову на мозги И судим И прокурорам И министрам И президентам И говорит Каковое общественное мнение А с общественным мнением Все вынуждены Так или иначе считаться Кто его формирует Формирует Армия Журналистов Какое сформирует Такое будет Не ну конечно Это мнение опирается Какое на что-то Просто не сформируешь С пустого места Но очень сильно Воздействует И если вот скажем Журналисты сговорятся И начнут кого-нибудь травить То и затравят Или наоборот Начнут кого-нибудь хвалить То и хвалят И хвалят И хвалят И он продвигается И продвигается Вот у нас Только что я читал Лекцию На Потоке Реклама И связь с общественностью Они товар продвигают На рынок Ну а вы вообще Людей продвигаете Или задвигаете Правильно я понимаю Что мы можем сделать Что такое может сделать Журналист Как писали Некоторые наши писатели Юрий Бондарев говорил Газеты Не только муху И человека убить можно Вот силы журналист Поэтому лучше с вами Не связываться Поэтому власть Дескать Вот есть это деление Там у вас Ну и пусть оно будет Закроем Будет сок и злон Не надо Так что это большое достижение И вот исходя из того Что это власть Мы из этого И будем И занятия вести А власть Ваша держится ни о чем Не на формальных Каких-то основаниях Что дескать Вот вам дали власть Вроде как и нет Никакой власти Что хотите То и говорите С другой стороны То что вы говорите Оно И то что мы говорим Должно прозвучать А когда оно прозвучит Все оно глубоко продумано И имеет твердое основание Так вот задача нашего с вами Курса Философии И дать вам Это самое твердое основание Почему Потому что такова наука Философия Она Она в этом смысле С одной стороны Как бы бесполезная Как журналистика Дескать Она вроде бы Программа Описывает Что происходит в жизни А с другой стороны Она так ее описывает Что жизнь от этого меняется Так вот Философия Изучает что Вот кто-нибудь Ответит на этот вопрос Кто изучает философию Вот вы Самая у вас свежая голова Что изучать философия Уже есть две новых свежие А Если еще две новых свежих А еще более свежие Что изучать философию Скажите пожалуйста Вот вы только что пришли И у вас голова не замучена еще И вы можете ответить запросто Сознание Знание Правильно С вами не поспоришь Дипломаты Вам в Министерстве Иностранных дел надо Там Захарова Она уже постареет И вы как раз придете Как раз так Илют люди Один у меня были На экономическом факультете Были у меня две девочки Очень способные Там отлично получали Говорит Мы уходим С экономического факультета Хотим быть дипломатами А тогда Громыко был Министр иностранных дел Я говорю Вы хоть в курсе дела Какая степень у Громыко Какая Какая Доктор экономических наук Какая Поэтому Разный путь Туда идет Ведет Ну Скажем У нас сейчас Президент У него какая степень Степень есть у него? Не знаете А что вы не знакомы с президентом? Велодимовичем не знакомы Ну вот даете Ну вот это неправильно Кандидат экономических наук Дмитрий Идведев Дмитрий Анатольевич Ты какая у него степень? Тоже не знаю Они же все из нашего университета Это кузница здесь Вот мы не знаем Кто будет тут министром Кто будет здесь Президентом Кто премьером Вы кем хотите быть? Вы премьером Вы на первой лекции Сюда сели На первую парту Ясно что на премьеру Претендуете Чего вы улыбаетесь? У меня вот Дипломником был Товарищ Кудрин У него был Юрий Васильевич Семенов На экономическом факультете Когда я работал А потом он вдруг Умер внезапно И передали мне Леша Кудрина А теперь возможно Если его посадят За то что он все наши деньги Отвез в Америку И меня потянут А вас Подозревать будут Как свидетелей Что вы со мной Тут разговаривали Ну и Там знаете как Они начинают Когда дело вести Они начинают собирать Чем больше соберешь Тем больше дадут Тому кто В центре Ну а раз так Значит мы должны Ну на что рассчитывать Денег нам не дадут Чувствуете Денег И сколько Честным трудом Много денег Сейчас не заработаешь Понимаете Ты только отбирай Ну если говорить Такие серьезные Данные Научные За последние Три года Реальная Заработная плата Снизилась До 92,5% От 2013 года 92,5% А реальные доходы Граждан А граждане Вы же все И пенсионеры И студенты Реальные доходы Я скажу У вас не знаем Зарплата Стипендия Не важно какие Откуда вы взяли Эти деньги Никто это не считает А вот просто Реальные доходы 90,5% От 2013 года Вычеркните Это 1913 год Надоел Все сравнивать С 1913 Вот с 2013 Сравниваете Падение 10% Ну и везде Написано За Три года Падение На 10% Это плохо То есть Тогда Когда вообще Говорят А возможно Повысить И прибыль И зарплату Одновременно Можно Как вы считаете Товарищи журналисты Нам это Объяснять Что надо Толковывать Некоторым людям Ну вот Безграмотным Скажем Капиталистам Мы вас Спрашивать будем Как свежую голову Вот вы можете Сказать Можно одновременно Повысить прибыль И зарплату Как вы считаете Они то не знают А вот вы то Можете и знать Нельзя И все так считают Что ли Можно Сократить Можно Врезать Какие то Другие расходы Статьи расходов Сократить Как Можно сократить Другие статьи расходов Наверное У кого У вас сократить Да Хорошо Я буду президентом У вас сократим Расходы А мне повысим зарплату Хорошо Спасибо Лично Здорово Такие у вас Планы На самом деле На самом деле Вот если мы повысим Производительность Ролл На самом деле Не будем рассказывать Про то Как мы Инвестиции Куда-то Вкладываем И какие-то Программы Там Якобы Реализуем Из которых Потом Вытаскивают Деньги И куда-то Их уводят За границу Если мы повысим Производительность Труда И одновременно Повысим Зарплату Но Производительность Труда Повысим Больше Чем Зарплату Больше Но повысим Зарплату И производительность Труда Что при этом Произойдет Доля Зарплаты в единице продукции сократится или увеличится, если производительность труда растет быстрее зарплаты. Вот я не знаю, у нас все современное, поэтому и писать, стирать можно, а писать нельзя. Но представьте себе, у нас есть же сила воображения. Вот смотрите, зарплата, букву Z пишу такую, большую, Z. У нас просто Z наверху. Потом палочка, дробь. А вот здесь Q – это количество продукции. Если производительность труда растет, что происходит? Зарплата растет у нас, вверх такую стрелочку делаем, а эта, производительность труда тоже растет. Если производительность труда, знаменатель растет быстрее числителя, ну, напрягите свои школьные знания. Вот вы-то скажете, что в школе учились? Если знаменатель растет быстрее числителя, что происходит с дробью? Что она, напрягу, будет. А? Уменьшает. О, все, отлично, отлично. Дробь уменьшается. А это что такое? Это издержки на зарплату, в общих издержках. Издержки на зарплату, они сокращаются. То есть, если производительность труда растет быстрее зарплаты, производительность, издержки на зарплату в единице продукции сокращаются. А раз издержки сокращаются, это составная часть издержек. Обычно какие издержки там? Материалы, энергия, да? Амортизация. И издержки на зарплату. Раз издержки на зарплату сокращаются, сокращаются издержки, и прибыль увеличивается. А раз производительность растет быстрее зарплаты, то прибыль растет. То есть прибыль растет, зарплата увеличивается, но зарплата, конечно, медленнее тогда должна увеличиваться, чем производительность труда. И один класс, который считается эксплуататором буржуазным, растет, повышает свою прибыль. И другой класс, который считается рабочим, тоже повышает свою зарплату. Вас можно это сделать? Но на нашей буржуазии мало. Ей нужно обязательно все забрать. О производительности труда вы почти ничего не услышите. Может, у меня услышали за долгое время впервые. Хотя это самый главный показатель. Она даже растет тогда, когда и темпы роста падают. Почему? Если мы начинаем уничтожать наши предприятия, вот вы будете уничтожать завод, вы какие начнете выкидывать? Новые станки или старые? Старые будете выкидывать, а новые оставлять. Производительность труда же вырастет. Это объемы сократятся, а производительность труда же вырастет. А вы, если будете тоже, наверное, не будете новые выкидывать. Старье же будете в переплавку продавать. И так далее. Поэтому даже в самые тяжелые годы, когда идет разрушение предприятий, производительность труда растет. Вообще, во всю человеческую историю, поскольку, а мы с вами, если мы журналисты, мы должны смотреть, охватывать своим взором всю человеческую историю разом. Чтобы не ошибиться, чтобы вот наши нынешние, так сказать, мысли, они как бы в развитии тех мыслей, которые были у человечества. Да? Вот прямо у вас видно, что мысль человечества, она вот пульсирует у вас в голове. Попробуй с вами поспорь. Тем более вы напишете еще про меня филитон. Как позже? Причем я попробую напечатать, у меня никто не берет. Скажет, зачем я его буду брать? Вот человек молодой, способный, пишет. Вот все развитие человечества сводится к развитию производительных сил. Производительные силы развиваются при любых царях, фараонах, президентах, премьерах. Да? Причем производственные отношения пойти назад могут. Вернуться можно от капитализма, можно вернуться к феодализму. Было дело обо Франции. Революцию сделали буржуазную, а потом что? А потом Наполеон стал королем. Назад получилось движение. Или вот в Советском Союзе был коммунизм, первая фаза, а сейчас капитализм. Бывает? Бывает. Бывает. Армянское радио спрашивает, когда будем жить при коммунизме? Армянское радио отвечает, при коммунизме уже жили. Дескать, поживите теперь при капитализме. Вот. Но, к сожалению, наша буржуазия из кого образовалась сейчас? Вот старая буржуазия, та буржуазия, которая при феодализме образовалась из кого из самых талантливых представителей феодального класса? Правда? Или еще из купцов, изобретателей, инженеров. Правильно? И вот они, значит, стали поднимать производство и создавать, создавать, создавать предприятия. А наша буржуазия пришла к власти и начала уничтожать, уничтожать, уничтожать предприятия. Причем на примере Ленинграда вот мы можем описывать с вами этот процесс. Это печальная летопись уничтожаемых предприятий. Вот, скажем, идешь по проспекту Карла Маркса, он же теперь Большой Сампсоневский. И там вот завод Карла Маркса. Все расчистили, завод убрали, жилье будут строить. Для вас, наверное. Вот я честно вам скажу, что я не последнее место занимаю в университете, в том числе и по зарплате. Ну, когда я беседовал с одним представителем банка насчет того, как бы мне получить ссуду на квартиру, он когда узнал, какая у меня зарплата, он так улыбнулся, сказал, Михаил Ачич, ну чего вы, говорит. Ну, это не для профессоров. Профессор не может себе это сделать. Так вот, наша нынешняя буржуазия из кого появилась? Она появилась из тех, которые, ну, как раз уничтожали предприятия, разграбляли, природные ресурсы делили. Вот, Абрамович, успешный, да? Вот вы, когда была перестройка, вот не родились вовремя, значит, вы не успели. А раз вы не успели, вы не успешные. А он успешный. Он один раз развелся, отдал жене. Ну, он потом понял, что надо половину-то не надо отдавать, надо заключить брак теперь. Коммерческий брак, церезапрек. Дескать, мы с вами будем, все у нас по любви, но если в случае развода, мне все, а вам комната там, то все. Ну, что вам еще, корабль, яхту, и все, идите отсюда. Так ведь? Все, теперь уже у Абрамовича все так организовано. Как-то мы ехали с одним товарищем рабочим на заседание Российского комитета рабочих, с французовым. И так беседовали по поводу того, что вот, как те сейчас бывают, заключают браки товарищи, так сказать, капиталисты. Ну, мы как-то так говорили, наверное, критически, а наверху молодая женщина ехала так, на второй полке. Она говорит, да я бы вот вышла бы замуж. За богатого. А товарищ французов ей говорит, да вышли бы за богатого. Прошло бы четыре года, он бы нашел бы еще более молодую, чем вы, а вас бы отправил. И она как-то так... Так ведь и бывает. Видите, какие там новые сейчас получаются. Как-то любовь тесно связана с деньгами. Короче говоря, сейчас мы наблюдаем, какую картину. Вот Светлана, женский коллектив, 40 тысяч человек. Ну, не только женщины там, конечно, но в основном. 40 тысяч человек. Как вы думаете, сколько сейчас осталось? Это еще осталось предприятие. Светлана означает «световая лампа накаливания». Это завод, который впервые производил лампы у нас в большом количестве. Три с половиной тысячи. Кировский завод. Две площадки в Кировском районе. И Тихинское производство объединения «Кировский завод». 70% судаемкости трактора «Кировский». Мощный был конвейер. Ну, и ходили сотнями эти трактора «Кировец». Нет уже этого конвейера. Ну, тут как бы он есть, но он не работает. Было 35 тысяч человек. Я хорошо знаю, потому что у меня сестра там работала и муж моей сестры. Там работал в Мартеновском производстве. Сначала кузнецом работал, потом в Мартеновском цеху, мастером. 7,5 тысяч, а было 35. Ну, у Карла Маркса вообще нету завода. Или вот «Красная заря». Завод, который обеспечивал связь с нашими подводными лодками. В Мировом океане. Тоже на поспекте Карла Маркса. Там, где была проходная, просто проходной двор, и там все. Аренда, 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 аренда. А вы вот были на станции «Новая деревня». У «Новой деревни» как раз хорошая кирпичная стена. И там видно какое-то предприятие. Это «Северный завод». «Северный завод» производил ракетные комплексы С-300. Ну и что там производится? А все. Там аренда, 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 аренда. То есть какие-то мелкие живопырки там снимают и прочее. То есть мы наблюдаем этот процесс. Но при этом я уже говорил, что тоже может быть какой-то рост произойдет. Если совсем не уничтожили производство. Но если уже уничтожили, там уже никакого роста не может быть. И что наша, так сказать, вот власть, которая является журналисткой, что ей делать в такой ситуации? Она должна понимать, что она компенсирует, должна, недостатки. Не только критиковать власть, которая является официальной, какая исполнительная, законодательная. Еще судебная есть. И судебную тоже нужно критиковать. Например, вот раньше было три судьи. Суд из трех. Это плохо или нет? Сейчас говорят, раньше были тройки, а сейчас единички. Вы были в суде сейчас? Сидит вот одна женщина. Или мужчина один. Потом он послушает, послушает вас. И что? Идет в совещательную комнату. С кем совещаться? Один. А раньше был. А раньше были. Была такая картина. Судья избирался населением района. Избирался. Избранный судья. Из числа квалифицированных юристов. А еще два народных заседателя, которые на один год направляются трудовыми коллективами. И попробуй тут наладить взяточничество. Как вы наладите? Потому что эти два народных заседателя, они, конечно, не юристы, но голоса у них одинаковые. Вот они трое решают. И два голоса заседателя больше, чем голос судей. Даже если судью подкупили. А этих невозможно подкупить. Только вас подкупили, она приходит. Только вы ее подкупили, вот она приходит. Да не напасешься на ваш денег. На этих народных заседателях. Убрать их к черту. И убрали. И говорят, давайте будет утверждать президент. Ну как вы себе реально представляете, президент будет утверждать. Что он знает всех судей районных. Давайте я вас буду утверждать. Я вот сегодня вас впервые выведу. Я вас утверждаю. Ну чтобы мне как-то утверждать вас. Мне надо подготовить. Тогда надо создать какую-то организацию. Вот вы будете у меня администрация президента. Вы будете выяснять, кто она такая. Бумажки у нее все возьмете и так далее. Вот. Так что если что кто-то хочет занести, то им несите. А потом я вас утвердил. Пожизненно. Но есть коллеги и судей. Которые соберутся и вас. Ну вот картина. И так сказать. То есть это тоже надо понимать. Мы потом смотрим сейчас на действия нашей власти. Губернаторы. Сажают их. Вот Хорошавина только что посадили на 13 лет строгого режима. Скажут, а где были. Можете сказать, мы к этому не имеем никакого отношения. А что вы не критиковали его? Вы же власть или нет? Я скажу, мы просто освещаем. Нет, освещают у нас прожектора. А вы власть. Вы должны были не допустить травить это дело таких людей. Травить, так сказать, чтобы не было такого у нас. А он ведь как делал? Давайте поиграем в Хорошавина. Я буду Хорошавин. Так, а вы будете предприниматели. Вам деньги нужны? Сколько вам нужно денег? Сколько денег вам нужно? Сейчас еду я к Дмитрию Анатольевичу рассказывать, как нам тяжело на Сахалине. Это форпост восточный. Надо тут денег укреплять, это все развивать. А вы к руководителю строительной фирмы, крупной. И вы масштабные проекты будете осуществлять. Деньги я привезу. Сколько вам нужно денег? 10 миллионов. А? 10 миллионов. И с вами даже и разговаривать не буду. 10 миллионов. Несерьезный народ. Вам сколько надо денег? 5 миллиардов. Вот. Вот, учите. Учитесь. 5 миллиардов. Значит так, к вам придет 7 миллиардов. Оттуда. 2 миллиарда должны быть у меня вот в кабинете наличными. Будете спрашивать, как делать наличные? Если будете спрашивать, все, я сразу с вами расстаюсь. Вот она смотрит уже с удовольствием на меня. Понятно с вами, да? Так. Кому еще нужны деньги? Вам нужны деньги? А? А я кто предприниматель? А кто? А что вы не чувствуете, я предприниматель? Ну как-то войдите. Вы же журналисты. Кто такие журналисты? Они то в такую шкуру въедут, то в такую шкуру въедут. Вы же должны все описывать. Живо. Живо. Вам деньги нужны? Предпринимателю нужны. Что значит предприниматель? Ни с какого толку. Из вас не выйдет предприниматель. Вот. Молодой, симпатичный предприниматель. Сколько вам денег надо? Вам строят. Вы будете строить объект. Важный государственный объект на Сахалине. Сколько денег вам надо? А я не спрашиваю, как вы будете строить. Меня это не волнует. Сколько денег? Ну, пусть будет 7 миллиардов. Сколько? 7 миллиардов. 7 миллиардов? Нормально. Дмитрий Анатольевич, вот нам нужно 9 миллиардов на этот объект, потому что он очень важный. А вы обоснование, что он очень важный, напишите, конечно. А я уж поговорю с Дмитрием Анатольевичем. Вот у него денег и нету. Вы же видели, а куда ушли? Ответы на Сахалину ушли, туда ушли, сюда ушли. А вы не обратили внимания? Вот Хорошавина сажает, а кто-нибудь здесь предприниматель нападает на Хорошавина? Вот вы довольны? Вы получили свои 7 миллиардов? Получили. А сколько я? Это вас ведь не касается. Вы мне тоже 2 миллиарда положили. У него же нашли где? Прямо вот наличными, прямо вот у него в кабинете. Ну, если строго говорить, цифры придерживаются, придерживаются тех цифр, которые обозначены в деле. Миллиард 800 миллионов он получил. Не столько получил, сколько нашли у него. Ну, нашли. У вас вот пойдут и скажут, может у вас миллиард 900, мы не знаем. Почему вы должны считать, что вы хуже, вот Хорошавин? Пойдут, скажем, раз они тут сидят и слушают такие вещи, так, вольно себя ведут. Вы как раз проявили уклончивость такую, надо посмотреть. Надо присмотреться. Миллиард 800. Хорошавин тоже хороший оказался. Он обратился в Конституционный суд. Говорит, у вас вот по делу проходят эпизоды по взяткам на 600 миллионов. Забирайте 600 миллионов. Остается миллиард 800, отнизу 600, миллиард 200. Миллиард 200, пожалуйста, из ареста снимите. И написал в Конституционный суд письмо, что у нас в наше время не принято спрашивать, откуда у вас деньги. Я вот не спрашиваю, откуда у вас ваши миллионы, миллиарды, я вот чувствую мешок у вас забит просто этими миллиардами. Не спрашиваю, это неприлично. И Хорошавин говорит, неприлично. И написал в Конституционный суд. А он же губернатор был, человек грамотный. И что вы думаете, Конституционный суд написал? Вот что вы думаете, написал наш Конституционный суд? Конституционный суд, наверное, знает, что у нас не принято спрашивать, откуда у вас деньги. Вот я не спрашиваю, откуда вот такие деньги у вас, что вы раскошелились на такую вот рубашку черную? Может она у вас там изнутри бриллиантами там, ну на той стороне расшита. Он же должностное лицо, он должен публиковать свои доходы. Он публикует, нет, он должен декларации делать, а не публиковать доходы. А вы не заметили, что публикуют, а вот главные доходы какие бывают, это что, дивиденды по акциям никто не публикует? Не заметили, нет? А что публикуют? Земельный участок, машинка там, говорят, там жигули, тыры-мыры и квартирка. А если у меня на 4 миллиарда завод, вы видели, что кто-нибудь показывал собственность на завод? Никто не показывает. А потому что, когда я становлюсь чиновником, вот я становлюсь чиновником, если я вам доверяю, я вам доверяю, доверительное управление передаю. Просто, когда я закончу быть чиновником, я вам дал, было 4 миллиарда, а вы мне отдадите, уже будет 6 миллиардов, а себе возьмете еще 2 миллиарда. Ну, мы же с вами уже миллиардами тут оперируем так, вот там, ну что это, не мелочимся. Когда я закончу? Тем более, когда я закончу, я буду государственной служащей. Знаете, что есть закон о госслужащих отдельно? Есть закон о трудовых пенсиях в РФ, а есть закон о госслужащих. Вот по закону о трудовых пенсиях в РФ много вы не получите. А по закону о госслужащих, сколько я получу пенсию, если я госслужащий? 75% от дохода. Если я депутат Госдумы, ну вот получаю 420 тысяч рублей. 20 это я сразу это отбрасываю, чтобы не заморачиваться, это мелочь такую. 400 тысяч, от них 75%, сколько будет? 300 тысяч. У вас мама будет 300 тысяч получать? Нет? А что она? Ну вот. Что-то вы, значит, опять вы неуспешные. Ну правильно, вы потребовали 7 миллиардов. Это правильно. Вот никто, так вот как Хорошавин обратился, и что вы думаете, решил Конституционный суд? Конституционный суд решил не решать. Он же Конституционный, он понимает, тут надо как-то правильно себя вести. Он же высшая инстанция, высшая инстанция не знала, не обязательно должна решение принимать. Она решила написать просто письмо в Верховный суд. Что уважаемые там, Верховный суд. Вот мы рекомендуем, рекомендуем прислушаться к позиции товарища Хорошаина. А Верховный суд, ну просто безобразно поступил. Он взял и не прислушался. Верховный суд решил, что это же ветви власти. Знаете, когда ветви, вот ветер дует, они, значит, сталкиваются немножко так. Кто важнее, кто главнее. И не стал принимать он такого решения. Взял и все эти деньги изъял. У этого бедного Захарченко тоже все 9 миллиардов изъяли доход государства. Ну просто грабеж. Человек не по сильным трудам. Даже трудно объяснить, как он их получит. Трудно. Настолько трудно их было добывать, что и объяснить ему трудно происхождение. Даже и вы не можете объяснить, как у человека, простого полковника, может быть... Вот, кстати, у нас вот сидит товарищ полковник. У вас есть 8 миллиардов, Борис Николаевич? Нет, к сожалению. А, у вас 7? Да. А, ну понял. Ну, 8-то трудно получить. 7-то, конечно, легко. То есть, ну не может человек объяснить. Ну как? И он считает, что это его гонение на него. Но мамаша и жена уехали за границу. На всякий случай они чувствуют, что они в этом деле участвовали. И они даже такую интересную версию придумали, что как бы нашли вклад у него. Клад у него нашли, клад. Ну вы нашли клад 9 миллиардов. Возьмите себе 25 процентов и все, остальное не трогайте. Ну, не пошел верховный. Вообще верховный этот суд какой-то злодей. Он взял, все отнял и в доход государства, а его в тюрьму. Ну, никакой, в общем, демократии нет у нас. Сажают жуликов в тюрьму. А они непосильным трудом это все добывали. Знаете, как трудно добыть миллиарды? Это вот заработать легко вам, а вот добыть миллиарды – это труд. Не покладая рук, надо работать, чтобы добыть миллиарды. Вот, человек даже не посягает на миллиарды. Только миллионы. Ну, кто сейчас с миллионами? Кто, во-первых? Ну, как-то вы не громко. Нет, надо как-то с достоинством. Да мне, пожалуйста, 5 миллиардов. Все слышали? Вот это я понимаю. Так же вы их строить будете. Вы, я чувствую, ничего не построите. Короче говоря, никто из предпринимателей на Сахалине никаких претензий к Хорошавину не имеет. Почему? Они все принесли ему деньги. Он всем принес деньги. Ну, они его любят. Наверное, передачки будут давать там. Кто, может, капустку пришлет, кто еще чего. Передачу у нас можно принимать. Я вот как-то был, ходил, передачу носил в кресте своему коллеге, которого освободили, ничего, там незаконно его арестовали. И там он мне много интересного узнал. Могу и вам рассказать. Передачи, вот если от родственников, знакомых, раз в месяц. Вот капусту там, морковку, то все. Но вот дверь в углу. Открываешь. Да, и в этот же день принесут это. Но через месяц еще приносить передачу. Открываешь дверь, там сидит тетенька с компьютером. И вы можете там вот заказ сделать тому, кто там сидит в СИЗО. Тортик, колбаску копченую, апельсины. Что надо? Ну, 10 рублей придется с этого доплатить. Но поступит только завтра к нему. Только завтра. И так каждый день можете посылать. То есть, если есть чем помогать, то живут там хорошо. Социальное неравенство есть и в тюрьме. Один товарищ, наверное, вы эту историю знаете, сидел в тюрьме, а у него мобильный телефон. А на мобильный телефон завязан счет. А на счету деньги. Он взял, заказал вертолет. Чтобы вертолет с веревкой опустился и с палочкой. Чтобы вертолет тюрьмой, так сказать, завис, а потом опустился. Он сел на палочкой и улетел. И люди эти на вышках с автоматами там сидели, открыли рты и смотрели, как это вот такое кино. Как оно летает. Ну, конечно, его потом арестовали. Но человек же, как провел день, а? Кульнул. Это же здорово. Мне понравилось. Ну, короче говоря, вы видите, нам для нашей вот этой власти, большая работа, то есть нам есть на что влиять, и на экономику, и на политику, и на выборную систему, и на сами выборы. Вот все от нас зависит. Правильно? То, что в газетах пишется, мы можем в одну сторону повлиять, мы можем в другую. Что по этому поводу говорит философия? Мы об этом еще будем отдельно говорить. А сегодня у нас вводная лекция. Но философия говорит, что все противоречиво. Вот, скажем, могу я вам сейчас сказать, что у меня только достоинства есть, а недостатков нет. Вы поверите? Вот уже не поверит человек. Вы же меня не знаете. Уже вы сразу заподозрили, что у меня есть... А раз они у меня есть недостатки, они в чем проявляются? В хороших поступках моих или в плохих? В плохих. В любых. Нет, недостатки у меня в плохих. Не надо. Не надо в любых. У меня в хороших действиях. Позитивных. Которые способствуют развитию общества. На благо общества. А недостатки? Ну, они недостатки. Они не... Они же отрицания. Мои. Это отрицательные качества. Как же они в благих появляются? Ничего себе в благих. Взял, кого-то задушил. Какое же это благое? Нет. Недостатки. Или подумал, что надо задушить. Вот, говорят, иногда студенты доводят. Этих преподавателей. До того доводят до страшного дела. Вот объясняю им, они ничего не понимают. Первый раз объяснил, они не понимают. Второй, третий, четвертый. На пятый раз я уже понял. А они все равно не понимают. Ну, до чего попались студенты? Непонятливые. То есть, это вот есть у меня недостатки. Но у вас будем считать, что нет. Да? Не будем. Или будем? Хорошо. Раз вы колеблетесь, нет у вас недостатков. Вы единственное. Могу вам только анекдот рассказать про Марию Магдалину. Марию Магдалину евреи решили побить каменьями. За ее недостатки. И бьют ее каменьями. Ну, как они их до смерти должны забить? И тут идет Христос. И видит это вот зрелище. И остановил. И говорит. Кто без греха, тот бросит в нее камень. И все застыли. Вдруг раз и камень летит. В эту Марию Магдалину. Христос поворачивается и говорит. Мамочка, когда я работаю? Не надо мне мешать. Ну, мамочка-то без греха же. Ну, только мамочка. Вот все остальные, вот все остальные имеют недостатки. А раз это и есть недостатки, если они в никаких действиях не проявляются, вот это разве недостаток? Вот если у вас есть недостаток и ни в чем не проявляется, то это вот я считаю грязная клевета утверждать, что у вас есть недостатки. Значит, тут один выход, что если они есть, то они проявляются в чем-то нехорошем. Не будем говорить в чем. Про вас вообще не будем говорить. Про меня будем говорить. Потому что мне все равно, как говорится, у меня сдана уже философия. Поэтому я могу говорить, у меня есть недостатки. Они могут, между прочим, проявиться на экзамене. Недостатки. Какая-нибудь злобность такая. Вот пришел человек с душой, хочет сдать философию, он спрашивает, спрашивает, допрашивает. А есть еще? Есть кто-нибудь, кто скажет? Во всем есть противоречия. Ну вот стол, он сейчас что, он просто стоит или он умирает? Ну что, как, представьте, лет пятьдесят будет этот стол здесь стоять? Да выкинут, сколько раз выкидывали. А человек, он смертен. Если я родился, это что значит? Про вас мы ничего не говорим. Если я родился, то я, значит, умру. Или я не прав. А есть способ не умереть? Есть. Рассказать? Не рождайтесь. Это полная гарантия. Если вы не родитесь, то вы и не умрете. Шутов тогда писал, вот он по трилогии про Собчака написал. Я в ней там написал такую фразу, что из этой жизни еще никто не вышел живым. Не будем о грустном. Но все равно, вот человек все время же развивается, да? Все время развивается. Я забегаю очень сильно вперед. Почему? Потому что у нас сегодня вводная лекция. Ну, я хочу, так сказать, сказать, что что-то вот философия занимается такими вещами, которым надо заняться. Особенно для журналистов. У них тут нет такой твердой основы. Вот у чиновника есть места. Сел в кресло государственное. Можешь давать указания. А журналисты, они вот как безвободные художники. Они сами срочат и сами думают, против чего выступить и за что. Вы же сами будете думать. Будут у вас начальники. Ну, всякого начальника можно так подготовить и так строить. И можно так написать, чтобы это было хорошо. То есть мы имеем большую возможность так или иначе это формулировать. Поэтому, если мы, забегая вперед, будем говорить о развитии, развитие – есть борьба противоположностей. Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному, через борьбу противоположностей. А если у нас не от низшего к высшему, а от высшего к нижему – это не развитие, а что? Деградация, правильно? Развитие – от низшего к высшему. Ну, вот скажем, ваши занятия по философии будут идти от низшего к высшему. Но вы же будете забывать то, что я рассказываю. Значит, оно будет идти от высшего к низшему. То есть в развитии есть противоположные? Есть. Как называются эти две противоположные тенденции? Вот та тенденция, которая совпадает с направлением развития, называется? Угадайте. Прогресс. А? Прогресс. Прогресс. Ну, что, вообще я думаю, что мне можно останавливать лекцию, все просто на лету схватывается. Прогресс. Хорошо. А та тенденция, которая противоположна развитию, как называется? В развитии. Регресс. А если это общественное развитие, то как называется? Реакция. Реакция. Реакционные тенденции есть. И не бывает такого развития, которое бы только вот состояло из прогресса. Вот люди, понимаете, едят, потом говорят, как мне не потолстеть? Ну, что за беда, понимаешь? Это вроде положительная. Потребляют пищу, так сказать, себя, преобразуют природу. В то же время как у меня не потолстеть. Потом начинают худеть, вот это особенно. Нет, сколько моделей уже умерло? Я даже специально на лекции говорил, что вот лучше женщина, чем модель женщины. А чем вот модель женщины лучше, чем женщина? Ну, женщина это оригинал, а модель-то хуже же. Вот эти модели-то умирают, а женщины живут. Ну, если говорят худой, это плохой же по-русски. Раздобрел, это что значит? Вы видели, ну, таких людей, которые хорошо поели, что они были злые. А вот эти голодные, они прямо готовы вцепиться вот у вас. Вот я вот рекомендую, вот в лекцию, когда кто читает, сначала покушать. А иначе вот просто, вот это же будет поедом, если сами не едят, и студентов хотят съесть. А студенты тоже рекомендуют перед лекцией поесть, чтобы не смотреть голодными глазами злыми. Когда он закончит, пойду выпьет. Это очень важно же все. То есть, вот какая-то вот очень особая статья, вот эти журналисты, особая статья, то есть ничего подобного. Это такое вот войско распределенное, как эти блокчейны сейчас. Они распределенные, но все файлы сохраняются. Вроде как никто не командует, но это вот, но это не орда. А это именно войско. Ну, какое войско? Что его? Это войско сплачивает. Я бы такую гипотезу выделил, как философ. Не знаю, как вы оспорите или поддержите. Это войско, которое своими средствами, каждый на своем месте, самостоятельно, своим пером и своим разумом борется за прогресс в развитии. За развитие и в этом развитии за прогресс. А есть и другие войска. И они тоже, между прочим, могут быть из числа журналистов, которые сталкиваются. Которые могут быть за регресс. А иногда трудно определить, что прогресс, что регресс. Вот одна из задач нашего курса. Ну, какие-то вот контуры определить, все-таки, чтобы мы не перепутывали. Знаете, чтобы по своим я не лупил. Или вы. Вы, значит, заточили свое перо и раз, меня наповал. А кто вам будет философию читать? Не знаю. Это сейчас проблема. Сейчас у нас вообще сокращаются, сокращаются, сокращаются. Скоро скажут, идите сами, читайте книжки, хватит. Мы обойдем без преподавателей. Половина за три года, половина вузов закрыта в России. Это прогресс или регресс? Ну, рассказывают, что якобы в целях повышения качества. Ну, про какие вузы? Смотря какие, самые разные, в том числе очень хорошие. Ну, вот, допустим, вы знаете, что вот три экономических вуза были в Санкт-Петербурге. Берем вашу гипотезу, поскольку вы выразили сомнение, а сомнение – это мнение. СО. СО – это согласное с моим СО. Вы говорите сомнение. Три вуза. Один инженерно-экономический, расположен на Кузнечном, уголок Марата. И второе помещение на Прилугской улице, там, где Лиговка. Хорошее. Большое, мощное, серьезное учреждение. Инженерно-экономический университет. Сначала институт, потом университет. На Банковском мостике, в период декабря Грибоедова, финансово-экономический университет. Солидный очень, да? А на метро Ломоносовская, там, экономики и сервисы. Университет экономики и сервисы. Ректора которого почему-то застрелили. Тут что-то интересные там разборки. Ну, экономика же там. Какая сейчас экономика? Раз, и застрелили, и проблемы решили. Соединили в одно. И вот, представляете, вот соединили в одно. Вообще есть в экономике такой закон преимуществ крупного производства. Производство крупное, а они побивают мелкие. Это да. А вот насчет закона крупного вуза нету. Почему? Да потому что, вот если мы с вами журналисты, мы знаем, что вузы складываются вокруг научных школ. От того, что мы сольем какие-то вузы, от этого ничего не изменится, кроме того, что будут бумажки, чтобы подписать, надо ехать будет с одного конца города на другой. Как наши, вот из-за того, что у нас разделенные университеты, ректоры иногда принимают там, тут. И надо ехать в Петергоф. И у нас вот есть коллеги на моей же кафедре. Я-то с вами сюда пешочком пришел, с Института философии, раз-раз и пришел. А им надо сесть на электричку и туда ехать. И туда два часа, обратно два часа. А нагрузка те же два часа. Прокатиться. Вот картина. Поэтому в таких условиях, конечно, нам нужно очень различать, что есть прогресс, что есть регресс. А для этого нам надо видеть, какие простые категории, какие сложные. Вот если движение от простого к сложному, это прогресс, правда? Это развитие. А если наоборот, разлагается все на простейшее, это регресс. Когда собрали эти вот три вуза, что сделали? Так, а зачем три кафедры политэкономии? Подумайте, вот вы, допустим, встал один вуз, три кафедры политэкономии, ведь не надо, да? Ну вот этих две трети преподавателей вы... Куда? Убрать. И так и остальные кафедры тоже. И все. И что, экономисты нам не нужны? Ну, вроде бы как и нужны, никто же против не выступал, поэтому тут нет же такого, чтобы пришли и уничтожили вуз. Нет, просто вас сокращали, укропняли. Только после укропнения стало меньше людей вдвое. Или говорят, надо повысить зарплату вдвое. Хорошая идея. Только денег вы не получите, ни копейки. Вы знаете, что ни копейки не выделено вузом, как и медицине дополнительно. Ну, надо зарплату повысить вдвое. Что нужно сделать? В здравоохранении 20 тысяч врачей вяли и уволили. Зачем? Меня уволят, а вам зарплату повысят. Это же хорошо. А? Только работать за двоих. Ну, как вы будете работать за двоих? Вы будете стараться работать за двоих, умирать будет двое больше людей. Почему? Потому что вы-то даже не надо вам внимания уделить, а подходит уже на этих самых... Вот я как-то рану имел на ноге, тарелку разбилось, и такая глубокая рана была. И пошел я в медсанчасть номер 2, 122-ю, Соколова. И делал мне, там, лечил меня кандидат медицинских наук, завоотделением хирургическим. На мне, в хирургическом отделении. Очень хорошо, все вылечили. Хотя там были люди, которые после таких вещей 20 лет не заживают. Он говорит, родина мне дает 9 тысяч. Ну, мы вот платными всякими формами добираем, ну, на то, чтобы прожить. То есть он тут, потом он пойдет там, потом еще вон там. У нас же есть платные всякие медицинские. Я вчера был только что платный. Думаю, что-то у меня тут набухает. Пошел, думаю, пойду в 21 век. Ушел, две с половиной тысячи. По этому поводу один приятель у другого спрашивает. Ты что, вчера у Зубнова был? Да, говорит. И сколько он у тебя вытащил? Говорит, 200 долларов. Вытащил. То есть вот задача. Не знаю, разделяете вы такую задачу или нет. Но задача, что мы должны как вот такие войска, рассредоточенные войска, которые, знаете, как партизаны там. Пишут, нападают, нападают. И вроде никто им не руководит. Но есть какой-то штаб партизанского движения? Но он такой не очень централизованный. И что вам штаб? Да штаб далеко. А вы сами должны думать. Вот, допустим, я вас буду спрашивать на экзамене, а вы мне не будете говорить. У меня будет подозрение, что вы вам дали задание не выдавать. Вот рассказывать так. Как раз вот такая история была. Во время войны нашего одного поймали немцы и начали его пытать. А он вот не знал, какие виды техники. Ну, он не может ничего перейти. Он бы и сказал бы, может быть. Ну, не знает он, какие виды. Не знает он марки техники. Не знает. Вот вас спросить, какие марки техники. Вы будете знать? Нет? То есть вот будут вас пытать. Что только не делать, а вы не скажете. И вот его... Ну, такой был крик, что наши не выдержали. Ночью крик. И они сделали спецоперацию. И ночью разведчики целые... Нагрянули туда. Там, значит, постреляли тех, кто его захватил. И вытащили его назад. И вот он им рассказывает. Ой, говорит, ребята, учите технику. Так бьют больно. А он не может выдать технику. Почему? Не знает. Это самый надежный случай. То есть вот если кто мне будет не отвечать на экзамен, я буду считать, что он партизан. И что ему дали задание? Попову не выдавать. Если будет спрашивать, не выдавать. Потому что еще неизвестно. Вот ему расскажешь, а он потом воспользуется этим. И так далее. У нас на кафедре есть вот целое направление такое. Конспирологии. Но оно такое вот с одной стороны вроде научное, а в то же время юмористическое такое. Вот вы что сидите? Вы хотите выведать у меня про философию, что я знаю. То есть вы хотите тайны мои выведать. И у вас пока получается. Иногда вы специально не говорите, чтобы я сказал. Ну, это хорошо. Я вот буду ждать все. Вот вы меня будете выведывать. И на каждой лекции вот все у меня хотят что-то выведать. Ну, это знаете, чем кончается. Дойдет дело до экзамена. Вот я тогда буду выведывать у вас тайны. И если кто эту тайну не выскажет, ну, сами пеняйте на себя. И у меня права будут неограниченные. Ужас просто. Мне даже страшно. Страшно. Как вот мне не испортиться от таких невозможных прав. Представляете, как это опасно? Вот вы должны, журналисты, меня как-то предоставить речь. И даже об ответственности предупредить. Если не то поставишь, не тому, не так, мы об этом у вас все напишем и распишем. Все как хорошо начиналось, все это разговаривали, вроде улыбки, а кончилось вообще черти чем. Да? Безобразие. Надо принимать меры. Нельзя допустить. Вот поэтому я обдумывал эту, так сказать, у нас же чем отличается наш университет? У нас, наше министерство не утверждает нам программы. Почему? Ну, у нас университет, он сам должен зарабатывать. Ну, кто у нас вот специалист? Кто у нас специалист? Ну, кто там будет утверждать? Поэтому мы должны, вот, трудно же войти. Вот я же должен как бы в вашу шкуру войти. Ну, я немножко и входил, потому что я вот с 96-го года главный редактор, так сказать. Ну, пусть она там имеет, как все газеты, недостатки. Пусть даже у меня больше недостатков, чем у других газет. Потому что я часто ее не могу выпускать. Да это не дешевое дело. Как вы думаете, сколько стоит выпуск такой-такой газеты? Четыре полосы. Тираж 20 тысяч. Сколько стоит? Тираж. Сколько стоит, как вы думаете? Ой, 27 тысяч, с ума сошли. Запечатали. Ужас. 100 тысяч. Ну, и как можно вот? На зарплату можно выпустить, обвезти? Значит, надо, если для трудящихся газеты, надо идти побираться. Правильно? Сдайте на газету. Сдайте на газету. Как только соберу, так сразу. Просто и сдадим красивую газету. Потом еще пойдем собирать, побираться. Или по-другому. Я вас вызываю. Вы журналист? Журналист. Так, сколько надо денег? Вот я спрашивал. Сколько вам, говорите, миллиардов? Пять? Пять. Пять. Ну, вот будете газету, пять миллиардов даю, и, значит, каждую неделю должно быть трехмиллионным тиражом. Меня-то прямо так не прославляйте, но было из-за этого ясно, что я хороший вот руководитель. Потому что я вот в этом-то уже сроке, я не пойду в президенты, но к следующему сроку, но сейчас надо начинать. Вы понимаете, да? Ну, деньги получите, да надо отрабатывать же. Ну, а если вы не отработаете? Знаете, как бывает? Всякие случайности у нас бывают. У нас и транспорт, может, у нас и в воздухе вот только что события были. Ну, вы же понимаете, да? В общем, счастливо вам работать. И все. И ничего я не контролирую ее. Зачем я ее контролирую? Она сама понимает. Это вопрос ее жизни и смерти. Или богатой жизни, или бедной смерти. Это же реально, нет? О чем мы... Сколько уже журналистов так? О той же Украине, да? Или вот от нас уехал депутат Госдумы. От КПРФ. Ну, миллиардер, правда. Миллиардер, он везде миллиардер. Приехал туда, а там есть люди, которые по бизнесу связаны. Раз, и убили. А у него и жена артистка. И что? А все. И чего туда ехать было? И здесь могли убить. Ну, мы как-то... Это реальность нашей жизни, что есть. Вот этот настрой. Значит, что мы можем получить от философии? От философии мы можем получить ориентиры. Ориентиры. Что есть прогресс, что есть регресс. Ну, есть, конечно, и другая точка зрения. Давайте просто будем отражать. Вот вы к зеркалу подойдете, и он отражает, какая у вас есть. Уйдете, оно ничего не отражает. Подойдете, опять отражает. Или... Лужа вот будет. Сейчас вот у нас, сейчас еще вот теперь. И вот вышли из факультета и посмотрели. Правильно отражает? Правильно. Ну, журналист не просто же лужа. Журналист же, он должен какую-то позицию занять. Или птичка летела над озером. Красивая такая картина. Веточку несла. Ну, в озере-то полностью все отразилось. Правильно? И птичка, и веточка. Ну, журналист это, наверное, что-то выше, чем озеро. Выше в том смысле, что люди, которые занимаются журналистикой, это не такие войска, которые просто во все, как попало, пуляют, не разбираясь. Это люди, которые разбираются, что прогресс, что регресс. Это вот как минимум. Вот что вот мы должны в итоге этого курса уж разбираться. А для этого нам нужно пройти длительный путь. Как мы пойдем? От простого к сложному или от сложного к простому? От простого к сложному. Вот, видите, все, уже у нас есть ориентир. А что самое простое? Вот и тут и начинается. Вот кажется, что самое простое, сейчас раз и скажу. А вот я вот сколько не проверял сегодня, вот у нас третий у меня поток двойной. Еще ни разу не получилось, чтобы кто-нибудь сказал, что самое простое. Какая категория философии самая простая? Не самая сложная, а самую простую. Закажите, пожалуйста. Вот самая простая у вас. Не знаете, какая категория философии? Ну, не философии, а вообще самая простая категория. Проще нету. Ну, и правильно же будет начинать с простого. Ну, если я со сложного, вы скажете, что же вы мне со сложного начинаете? А как к этому сложному пришли? Давайте простое. Вот я предлагаю простой подумать. Кто решит такую задачу? Ну, знаете, как задумались. Как простой, так задумались. Как сложный, все обсуждают, спокойно спорят. Как простой, так молчат, думают, надо уходить. Что-то тут задумали с этим простым. Что такое простое? Ну, я, конечно, могу сказать, что простое получено путем абстрагирования от все более сложного. Чтобы простое получить, надо так абстрагироваться, абстрагироваться, и дошли до самого простого. А потом начинают как бы сначала. А на самом деле простое, это наука прошла длинный путь поиска этого простого и нашла. Ну, как, вот будем думать или мне сказать? Вы можете сказать, что вообще-то вы лектор, так что вы спрашиваете нас? Нет, могу и не спрашивать, конечно. Но это методический прием такой. Я вас спрошу, вы начинаете думать. А так я не спрошу, скажете, что вы нам говорите, мы и сами можем додуматься. Так вы додумываетесь, давайте говорите. Нет, не говорите. Ну, хорошо, я скажу. Вот, если мне нужно сказать что-нибудь про то, про то, что я почти ничего не знаю, совсем почти ничего не знаю. Что я могу про него смело сказать? Вот с экзаменом сложно, вот зачет бы у нас был. Пришли бы вы на зачет. И как вот его успешно сдать? Сейчас, имею в виду, вот, вы уже со мной немножко познакомились, чтобы я тут ничего не мог сделать. Вот я вас... Что вы знаете вот об этом? Вот об этом. Та-та-та-та-та-та. А в чем там? Это уже не важно о чем. Что вы... А что вы должны сказать? Вот, вы не готовы. Спросите меня. Я вот, вы преподаватель, вы ведете зачет. А я пришел вам сдавать. Спрашивайте меня. Рассказываю. Не, вы ничего рассказываете. Рассказывать я вам надо бесконечно. Вы не уйдете отсюда. Вы что, не знаете нашего брата, профессора? Это ужас вообще сейчас. Что будет? Скандалы. Нет. Вы спросите меня о чем-нибудь, о чем я ничего не знаю. Ну, точно ничего не знаю. Ну, что вы... Ну, у меня наука какая? Ну, я еще по экономике, там, вот, по философии, ну, по политологии, по истории. Давайте что-нибудь такое, что я точно не знаю. Где находится нафилет? А? Во. Что я знаю, во. Где находится нафилет? Где находится нафилет, да? Вот я знаю... Я знаете, что знаю об этом? Я знаю, что он есть. Я вам ответил? Нет. Все. Зачет? Нет. Как нет? Ну, интересное кино. А что, у вас еще есть вопросы? Да. А мы договаривались один вопрос. А если будет второй вопрос, это уже допрос. А я вам не арестант. Я вам студент. У нас такое не принято допрашивать студентов. Вы спросили меня зачет, я вам ответил. Вот если я вас спрошу на зачете, вот что вы знаете об этом? А что вы должны сказать? Объясняю как. Только вот надо приготовиться. Еще форма очень важна. Вы меня спросили, а я говорю, я знаю, что оно есть. Вот гордо, но как-то... А вот, видите? А еще будете спрашивать, скажу, это второй вопрос уже все. Это вот экзамен, да, а зачет, все. Ставьте зачетку. А это важно? Вот для вас важно, вы есть или вас нет? Вы думаете, я пустячок вам задаю? Вот вам важно, что вы есть или вас нет? Не думали на эту тему? Я думаю, важно. А деньги у вас есть или нет? Все в жизни. Тоже важно. А родители у вас есть или нет? Тоже важно. У меня сейчас нет родителей. Я вот своим внукам говорю, видите, как мне хорошо. Меня никто не ругает. Они подозрительно смотрят так. Подозрительно там смотрят так. Чего-то, говорит, он не то говорит. Ну нет у меня родителей. Ну были, но нет. Дом у вас есть или нет? Важно? То есть это то, о чем я спрашиваю, это как называется категория? Вы не знаете. Это вот поэтому гордятся философы. Какие они такие вот? Много они знают. Они не много знают, они главное знают. Главное – это первый вопрос о бытии. О бытии. Есть или нет? Правильно? Вот весь вопрос. Быть или не быть – это же важно. Это же и в драматургии себя проявляет. Правильно? И в литературе вопрос. Быть или не быть? Так вот, быть. Важно же быть ие. Для вас важно быть или не быть? Есть такие люди, которым не важно быть или не быть? Кому не важно? Приходите, я сразу вам двойку выставляю и уходите сразу. Тут что тут? Этот вопрос тогда легко решается. Даже я поспособствую. Скажу, это мы с ней договорились, они уходят сами. Тут мы это обсуждали, они решили, что бессмысленно ждать этого самого экзамена. все понятно, все равно запорят, надо уходить. И уходят. И все. Все-таки важно быть. Быть в университете или не быть – тоже важно. То есть, первый вопрос – о бытии. А какое бытие, если я еще не рассказал, какое бытие? Там же разные виды бытия есть, правда? Как назвать такое бытие, которое, неважно какое, непонятно какое. А тут начинается философия. Вот люди страдали, вот, видим, вот. Парменид такой был философ греческий, древнегреческий, который говорит, есть только бытие, а небытия вовсе нет. И этому Пармениду в голову не пришло то, что потом пришло Гегелю, что сам Парменид сказал, «А небытия вовсе нет». Значит, в высказывании Парменида есть что? Небытие. В высказывании самого Парменида. В философии у него он все упирал на то, что бытия вовсе нет, и чем больше он упирал, тем больше написано им о небытии. А вот Гегель это включил в систему и сказал, что есть бытие и есть ничто. Вот парная категория. Есть бытие и есть ничто. Но какое бытие, если мы еще ничего не определили? Это чистое бытие. Вот самая простая категория философии, чтобы вам уйти сегодня, сказать, вот что-то рассказывали, рассказывали, с чем мы пойдем? С бытием. А с каким? С чистым. Ну, чтобы вам не было скучно, вы и с ничто пойдете. Само собой. Тоже с чистым. Когда ничто вот этого, ничто вот этого, там, кружки, ничто графина, ничто книжка. Вот вам кажется, что вы пишете, а что вы делаете? У вас была белая страница. И что вы сделали? Вы взяли ее, зачернили, засинили. Посмотрите. Вот это у Гегеля называется бытие с небытием. Согласны, что вот это синее, это не белое? Бытие с небытием. Или чай пили когда-нибудь? Вот если в чай положить сахар. Сахар – это же не чай. Правда? И получился определенный чай, чай с сахаром. То есть, определенность чаю придает его отрицание. То есть, небытие с чая, положенное в чай, дает ему определенность, а бывает с бергамотом. Это же тоже не чай. С лимоном. Лимон же не чай. И вот это вот то, что вы делаете. А если убрать вот то, что вы пишете, вот это вот. Это ведь ничто по сравнению с белым, с белым бытием. То это не будет никакой определенности, потому что в абсолютном свете, говорит Гегель, так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Правильно? Вот как здесь показать? Начать вот увеличивать мощность этих ламп. Увеличивать, и мы ничего уже не будем видеть. Слышать вы меня будете, а я тогда и глаза закрою, и вы закроете, и придется мне читать, а и так без бумажки читаю. Ничего страшного, занятия будут проходить хорошо, но ничего никто не увидит. Записывать уже невозможно будет, а слушать, пожалуйста. Я однажды вот преподавал в Академии гуманитарного образования, был там деканом факультета профпереподготовки на Казанской 7, а там раз и выключают свет, и полная темнота. Я говорю, да хотят проверить, можем ли мы без бумажки лекции читать преподаватели, а студенты слушать и воспринимать. И продолжаем. Приходит ректор, а мы, ля-ля-ля, все хорошо. А он приходит и говорит, ну как вы тут, да я думаю, вы проверяете, как мы готовы к условиям возможных, так сказать, событий. Может, и в пабоубежище будем преподавать, мало ли там можно. Подумаешь, свет выключить. Ну, если человек привязан к бумажке, там уже все, конец. Вот смотрите мы уже, бытие чистое и ничто. А вот есть такое бытие, которое не переходило бы в ничто, такой вопрос. Берем категорию бытия для рассмотрения. Вот что вы можете сказать о категории чистого бытия, кроме того, что оно есть? Что вы можете сказать? И даже не лично вы, а вообще любой человек, что можете еще сказать о категории чистого бытия, кроме того, что оно есть? Ничего. Ничего. Что оно не принято. значит вы пришли к категории не чувствуешь нет ну вот не внимательно следите за тем что вы говорите вы пришли категории не что если разглядывать чисто птиц это важно придете домой расскажешь изучали чистое ничто чистое мы снех а по на переходе числе еще раз на нас возможны такие атаки дома а чистое ничто у него что пустое чистое ничто есть вот он переход чистому вот настоятель философии и лексической когда берет человек чистое где она переходит ничто он берет и что он приходит вот что важно теперь и ход мы же хотим как живое вот это самое а то просто перечислять рядом и номера еще стоит на 1 на 2 на 3 на 4 это то тогда все раз знаете как то есть разрушить тело хотите вот корову разрубать в магазинах расширить вот стейк хай тонкий хай филе и так далее вот эта часть или словарей философский как делается словарей полповеду начинаем полповеду вас описывать что там вот г флова руку а ничего нет а вот здесь есть в принципе вот скажем наши коллеги студенты сейчас пока мы учимся с философией наши студенты медики сидят на анатомическом театре режут тут не ну вот вас положили в больницу будут делать операцию вы хотите чтобы операцию делать хирург который впервые на вас начинает разрезать начнет искать сельянку или вы предпочитаете чтобы он 24 трупа резал нашел там и сельянку и печенку и так далее и уже вас подрежет он не делал так что он слушает где там у него это то есть само по себе это тоже это деление на части говорим и гегель на части вижу трупа если речь это просто деление на части а мы тогда другом говорим о движении от простого плода ну смотрите какое движение взяли бы те яну пришло в ничто взяли а как вот это переход я в ничто а ничто взяли бы все есть такая категория которая как раз так выражается как движение исчезновения быть явно что они что в бассейне вот мы зафиксировали это движение причем это где такое есть движение во всем вот вы сейчас вот дышите а что значит дышите вы же отдыхаете и выдыхаете у вас идет процесс усвоения кислорода а процесс заражения углекислым гадом отравления тоже идет то есть одновременно нельзя сказать что вы только один процесс или кровь кровь она же все время есть и кровь венозная и авториальная там одновременно или противоположный поток или вот у вас рука где кончатчик покажи пожалуйста рука не но кто-нибудь попросит вашу руку а вы не знаете это правильно она правильно она молчит но это понятно то есть рука почему у вас живая живая она живая значит она кровью снабжается а кровь вас откуда и сердце да значит от сердца вашего крови не отделимая рука а вот пошевелите пальчиками как врачи то есть она и вы живого человека берете это никак вот нельзя его разделить на части все это связано есть поэтому вот эта категория которая состоит в том что еще мы не название не знаем а а просто уже поняли в чем она состоит вытие приходит ничто а ничто переходит в бытие и даже мы могут как она есть специальное философское название какое вот это движение исчезновения бытия в ничто а ничто в бытие постоянное движение бытия в ничто посмотрите на нее открытие существует или нет или вы умираете кто из нас умирает все умирают вы не хотите умирать не рождаетесь другого способа нет то есть движение исчезновения бытия в ничто а ничто в бытиях называется станоплением вот видите вот умирание налицо все благодаря она показывает что все рассчитано становление вот теперь когда мы вооружились названием уже вот теперь вы придете домой сказать что вы изучали вот если вы придете сказать мы изучали в битве не в битве чисто еще а если еще в ничто изучает полтора часа вы даете что а вот если вы придете и скажете мы изучали становление о church это такое ну это вам ну как им понятие то это очень трудно понять становление вот основление есть два преополнительного движения один переход бытия в ничто как его назвать ну это я вас не допрашиваю потому что есть название которое дал Дегаль это прихождение только не прихождение при их прихождении это когда я пришел Но я раньше пришел, а вы позже пришли. Прихождение. А это прихождение. Переходит. Все приходящее. Прихождение. А вторая категория, встречная. Возникновение. И вот хочу вам сразу привести пример. И на этом я буду заканчивать. Чтобы не казалось вам, что это одни абстракции. В свое время мне приходилось преподавать политэкономию. На экономическом факультете я преподавал. И на Матмехе преподавал. С применением математики. И там в программе у нас был такой пункт. Возникновение и становление социализма. А где прихождение? А прихождение не было. Как бы социализм так все расцветает. Он все развивается. А прихождение нет. Поэтому если прихождение было в жизни, его никто не замечал. Почему? Потому что образованные головы не настроены на то, чтобы видеть прихождение в нашей жизни. Ненастроенные. И поэтому если вот с той стороны подойдут, куда я не смотрю, потому что я слеп на один глаз, я не вижу негативных тенденций, не вижу прихождение. Вижу одно лишь возникновение. Строительство социализма, социалистическое. Уже построили социализм, опять социалистическое строительство. А когда вы будете развивать неполный коммунизм в полный? Они не говорили так, опять социалистическое строительство. Зачем у вас одна стройка бесконечная? Ну раз бесконечная, давайте перестроим потом. А что такое перестроим? Был один строй, стал другой. Так прямо и сказано, перестройка. Перестроить можно дом плохой в хороший, хлеб в дворец, а можно дворец в хлеб. Разные бывают. Противоположные прямо цели. Поэтому очень важно пользоваться этими категориями возникновения и прихождение. Если вы не видите прихождение, вы не видите, как подкрадывается негативное к вашему делу. Ну скажем, если вы не обновляете оборудование, оно все стареет, ржавеет, и все, наше производство неконкурентоспособно становится. Почему? Ну старое все, старое. Или возьмите руководителей, там после Брежнев, Черненко, Андропов. Был даже по этому поводу анекдот. Один доцент попал в тюрьму. И за что, говорит, вас туда? Да я вот рассказывал про политбюро. И хотел сказать, что наше политбюро – это ареопак мудрости. Не забыл слово ареопак. Возьми и скажи, что наше политбюро – это саркофаг мудрости. Меня и загребли. Ну так вроде как и было. Один умер, второй мудрость. Вот я просто помню, я помню, как Черненко вывели, Кришин, первый секретарь московского горкома, его держал за пояс. На телевидении выпустили его. Так вот держат его, а тут Черненко говорит, все хорошо. И завтра умер. Вот сегодня помахал. А этого как бы нет. Надо же тоже видеть, что это есть другой процесс. Отрицательный. Почему вы такие молодые? Книжку. Кто не написал книжку, товарищи журналисты? Я много книжек написал, но я уже не самый молодой. Ну не самый. А вы почему книжку не написали? Вам запрещают книги писать? У вас тема есть? Название есть? Взяли бы со мной и посоветовались. Сейчас же знаете, есть такой закон. Все, что написано, все публикуется. Знаете почему? Энгельс говорил. Потому что идея приходит тогда, в силу отставания сознания от бытия, когда для ее реализации уже имеются материальные условия. Или они находятся в процессе становления. То есть надо еще побороться немножко. Ну если вы напишите книжку, вам захочется побороться. Сейчас-то вам что бороться? Ее нету. А когда бы она была? Это ваш ребенок. За ребенка тут можно ведь горло перегрызть кому-то. Если вы кинетесь на меня и будете меня забороться, я скажу, петя, дайте вы свою книгу и отступлюсь. А у вас ее нет. Почему? Ждете, когда постареете? Я вот удивляюсь. Вы же университет. Вот кто-нибудь вас ограничивает? А у вас тоже ведь нет книги? Почему? Нет времени нет книги. Да ладно, 4 четвертый уже семестр. Что-то какой-то ерундой заниматься. А книгу не написали. Это все второстепенное то, что вы делаете. Я вот под занавес вам расскажу на путстве, которое мне сделал профессор Никитин, астрофизик, когда я был студентом от МЕХА. Но только не такого высокого уровня, как вы. Я был, наверное, на курсе втором, третьем. Встречает, он в коморке такой все время находился, который, идешь по коридору, открытая коморка, там книги, книги, книги все завалены, портфель такой старый, драный, из него книги прямо вываливаются. Смотрит на меня, говорит, Миша, ты что-то плохо выглядишь. Я говорю, а что? Ты, наверное, много читаешь. Я говорю, и что, это плохо? Ну, конечно, ты, говорит, разучишься думать. Ну, если вы будете читать много, так вы же что будете? Когда все просчете, что будет у вас в голове? Вот, в библиотеку Академии наук, если все просчете, что будет у вас в голове? Служенность. Что? Служенность. Как это вы так тихо вот все говорите? От кого вы скрываете? Это ваши друзья, товарищи, не скрывайте. И можно я вам скажу, что у вас будет? У вас будет в голове личная библиотека имени Академии наук. И можно будет в вашу голову заходить. Ну, как бы спрашивать, а вы отвечать будете. Будете библиографом. Поэтому я сделал такой вывод, что надо половину времени, какое у вас есть, у вас мало времени, я не спрашиваю, сколько. Десять минут. Пять минут читайте, пять минут думайте. Это плохо, что ли, думать? А ведь у нас есть коллеги, которые как-то не думают, а то и не читают. Надо и то, и другое делать, правильно? Вот поэтому, значит, вот наш курс, он как бы наше коллективное такое обдумывание. От простого к сложному. Мы начали от простых, пойдем дальше. Спасибо за внимание. На сегодня закончим. До следующей недели. Так, а старости я не давал еще? Кто староста у нас? Нет старости. А кто может исполнять? Продолжение следует...